Медицинская патронажная служба имеет большое значение в профилактике заболеваний и охране здоровья людей. Работа в этом направлении налажена на уровне требований времени. Именно поэтому есть возможность предотвратить немало медико-социальных проблем. Однако многие даже не осведомлены о деятельности патронажной службы, так как медсестры не навещают больных и порой даже не в курсе об их существовании. В основе внимания, которое уделяется охране здоровья человека, его честь и достоинство, позитивные же перемены в этом направлении – результат личной инициативы президента, когда все звенья медицины стали ближе к населению. Практически стерлась грань между территориями в этой сфере, в том числе и самыми отдаленными. То есть проводимые в столице сложные хирургические вмешательства не менее результативно практикуются и в отдаленных районах. На сегодняшний день в Самаркандской области действует 338 лечебно-профилактических учреждений, в которых осуществляет свою деятельность более 8 тысяч врачей и около 30 тысяч медсестер. В прошлом году на основе инвестиционной программы на пяти объектах выполнены строительные и ремонтные работы на 169 миллиардов сумм. Кроме этого, на созидательные работы в медучреждениях, приобретение современного медицинского оборудования и лечения нуждающихся в поддержке граждан из местного бюджета направили 1 триллион 106 миллиардов сумм. Число же медико-санитарных учреждений первичного звена увеличилось с 203 до 244. Первичные медицинские услуги стали ближе к 850 тысячам граждан. И в каждой махале внедрена система работы на основе «Хонодонбай». Организована деятельность 1960 медицинских бригад. Расположенные в селах 43 семейные поликлиники обеспечены современными аппаратами УЗИ и ЭКГ. В сельской местности наладили оказание 8 новых видов медуслуг. Семейная поликлиника «Джомбой» Джомбойского района охватывает 19,5-тысячное население четырех сходов граждан Махали. В 2023 году на 1 миллиард 160 миллионов сумм построили дополнительные здания и укрепили материально-техническую базу медучреждения. Доволен переменами в первичном звене, совершенствованием патронажной службы и 84-летний житель Махали Джомбой-Яхшубой-Норкулов. Тем, что медработники регулярно справляются о его здоровье. Приходят один-два раза в неделю, проводят обследование. Патронажные медицинские сёстры справляются о здоровье. Мы очень благодарны. Спасибо нашему государству за открытие такой поликлиники и предоставляемые медицинские услуги. У меня высокое артериальное давление. То же самое и у супруги. Патронажные медсёстры постоянно навещают нас. Спасибо им за это. Мы также благодарны патронажной медсестре, которая справляется о здоровье и моих внуков, даёт хорошие рекомендации, пропагандируя здоровый образ жизни. У меня дочери 5 и 3 лет. Они также под контролем медработников, которые также обеспечивают необходимыми лекарствами. Измеряют рост и вес моих детей. Исходя из этого, дают необходимые советы по правильному питанию. Презинация не везде. Деятельность патронажных бригад организована так, как надо. Наша съёмочная группа побывала в Махале Тут, жителям которой медицинские услуги оказывает 5-я семейная поликлиника. Поинтересовались тем, когда в последний раз приходили представители патронажной службы. Патронаж приходил в начале этого месяца, кажется. Точно не знаю, может, домашний знает что-либо об этом. Есть младенец, приходили осмотреть его. Незнаком с патронажной сестрой. Была у нас патронажная сестра. Нодра её звали. Она приходила. После того, как она вышла на пенсию, никто не приходил. Лишь оповещают о прививках детям. О нашем здоровье никто не справляется. Новая патронажная медсестра не приходила. Мы её не видели. Не может быть. Многие в это время находятся на работе. Как видно, многие даже и не осведомлены о деятельности патронажной службы и воспринимают их представителей в качестве тех, кто оповещает население о предстоящем медосмотре. А ведь они на основе категории при необходимости должны проводить патронажную работу каждую неделю на основе планов и постоянно навещать больных. А в этой Махале патронажные медсёстры проделывают эту работу с населением, в частности, больными четвёртой категории, лишь раз в месяц. Как это понять? Они должны часто приходить, но, видимо, нет для этого времени. Должны знать всё население на закреплённой территории. Условия быта. Обращая внимание прежде всего на чистоту в доме. Патронажная медсестра должна навещать граждан раз в неделю для раннего выявления и предупреждения заболеваний. Мы же врачи должны навещать один раз в месяц. Чтобы получить ответы на вопрос, обратились и к ответственным лицам пятой семейной поликлиники. Недостаточность сумок с принадлежностями для патронажных медсестер, разумеется, отрицательно сказывается на деятельности в этом направлении. В сумке нет только календаря для определения беременности у женщин. Вложим и его. Так какие же проблемы мешают повышению качества работы и какие меры принимаются для их решения? Для согласия населения мы по возможности будем стараться прилагать все силы, повышать свою ответственность. Есть недостатки на сегодняшний день в инвентаре, но устраним их. В частности, в плане недостаточно оснащенности патронажных сумок до конца этого года. В сфере медицины проводятся невиданные доселе реформы, что можно видеть особенно на примере создаваемых условий в первичном звене, новых механизмов работы, направленных на достижение согласия народа. Однако от встречающихся на отдельных территориях, на первый взгляд, незначительных недостатков и пробелов падает тень на позитивные перемены во всей системе. Ответственные лица должны серьезно задуматься над этим и сделать соответствующие выводы.